Казалось бы, ноябрь месяц на дворе – время ярко-желтых листьев, но только погода явно с этим не согласна. Доказательство тому – снег, который покрывал и мукрыл городские улицы Бреста. Сегодня в Брещане наблюдают так называемые погодные качели, синоптики говорят, так и явление постоянных скачков температур. Если вчера температура была минусовая и мороз, то сегодня она уверенно поднялась до плюсовой, сопровождающейся холодным пронизывающим ветром. Вместе с погодой поменялось атмосферное давление и дорожные условия, одним из побочных эффектов которых стали гололедные травмы. Гололедная травма возникает, естественно, когда наступают соответствующие погодные условия, что мы неделю уже наблюдаем с наступлением выпадениям осадков. На улице становится скользко, поэтому мы имеем гололедную и холодовую травму. За истекший период, за прошедшую неделю, мы имеем 26 зарегистрированных гололедных травм у детей. В основном это травмы конечностей, которые происходят при падении, в основном на улице, естественно. Если же человек почувствовал неминуемый риск падения, нужно сгруппироваться, то есть нужно согнуть ноги, подогнуть вперед немножко голову и падать, скажем так, на бок, не выставляя в стороны руки, потому что, как правило, неправильная техника падения приводит к этим повреждениям, с которыми мы сталкиваемся. При выпадении осадков коммунальные службы незамедлительно делают все возможное, чтобы перемещение обрещан из точки А в точку Б было более удобным и безопасным. Однако ледяной покров и лужи, которые сотворила матушка природа, все-таки делают свое дело. Выходя на улицу и делая первый шаг, люди травмируются. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Этот сценарий схож с легендой, которую рассказывал в знаменитом советском фильме «Бриллиантовая рука» герой Юрия Никулина. Вот только если там картина придуманная, то здесь, увы, реальность. Дети трудно дифференцировать. Они нашли лед сами или скользнулись случайно. Но в любом случае все эти травмы фиксируются. В основном идет повреждение связок, не столько ушибы, сколько повреждение связок и поднадкосничные переломы. Дифференцировать на глаз перелом, не перелом, возможно только если перелом уже со смещением. А поднадкосничные переломы у детей отделить от ушиба, дифференцировать, скорее можно только при помощи рентгеновследования или осмотра врача. В любом случае первая помощь, что при ушибе, что переломе, что повреждение связок, это холод, тугая повязка и покой. Ну и обезболивающие, если ребенку беспокоено. Если совсем ребенок беспокоится, мы работаем круглосуточно, поэтому всегда готовы оказать помощь. Впереди три зимних месяца. Это значит, что лыжи надо навострить, коньки наточить, полузья санок хорошенько смазать. И все для того, чтобы три месяца наполнить позитивными эмоциями, полученными на природе. Однако, организуя такой отдых, стоит задуматься о мерах безопасности. Медики предупреждают, даже катание на санках может стать серьезной угрозой для здоровья, особенно детей. При пользовании санками, тюбингами, конечно, основные два условия – это внимательность и осторожность. То есть, ребенок и взрослый, который его сопровождает, должен оценить какие-то возможные риски. То есть, если уже принято решение покататься на санках, надо посмотреть, где это происходит, чтобы не было риска столкновения с деревьями, какими-то предметами. Не было возможности выезда на проезжую часть, чтобы ребенок мог вовремя остановиться, если он почувствует, так сказать, опасность и риск падения. Зима со снегом, когда она мирна – это классно, особенно для любителей активного отдыха, если соблюдать все правила безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...